Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! Вы на канале Дружная Семья. Сегодня у нас День Пиццы, но перед тем, как заняться делом, я хотела вам ответить на часто задаваемый вопрос. Многие пишут мне в Директ, в Инстаграме, многие пишут на электронный адрес с одним вопросом, как вы раскрутили канал. Каналу готовим с любовью 3 года, на нем меньше 400 тысяч подписчиков. Хочу вам сказать, если бы каналу был год и было 400 тысяч подписчиков, это совсем другой вопрос. А так, для 3-х год это небольшое количество подписчиков. И я не сторонник ни раскруток, ни продвижения канала. Если честно, я в этом ничего не понимаю, как и мой муж. Поэтому это честным трудом заработанные мои подписчики. И хочу вам сказать, когда мы создали канал, у меня было всего лишь 12 подписчиков. Это мои родные и близкие люди, кумовья. Потом очень трудно было набрать первую тысячу подписчиков. Это очень трудоемкий процесс. Нужно большое терпение. Скажу вам сразу, что больше 9 месяцев я снимала видео каждый день и ничего не зарабатывала. У меня такой девиз. Ни раскруток, ни накруток. Тише едешь, дальше будешь. Многие считают, сниму несколько видео и начну зарабатывать на рекламе. Это большая ошибка. За 3 года у меня всего лишь было 3 рекламодателя. Во-первых, очень большая конкуренция на Ютубе. Во-вторых, предлагаю рекламировать все подряд. Я все-таки такой человек, у которого есть принципы. Никогда не буду рекламировать другой кулинарный канал. Никогда не буду рекламировать товары непонятного происхождения, скажем так. Не буду рекламировать таблетки для похудения или какой-то некачественный товар. Все, что я рекламировала, действительно были хорошие продукты, которые можно использовать в быту и в еду. Поэтому я вам всем рекомендую, перед тем, как создавать канал, выберите контент, который вам ближе по душе. Даже когда у меня не было канала «Готовим с любовью», я также готовила вкусности для своей семьи. Пекла пироги, пирожные, торты. Это мое хобби. Поэтому 9 месяцев мне было снимать не в тягость. Я всегда так готовила для своей семьи. Поэтому выбирайте то, что ближе вам по душе. Чтобы к вам на канал потянулись подписчики, во-первых, нужно завоевать их доверие. Рецепты должны быть качественными, проверенными. Приготовленными не один раз должны обязательно получиться даже у начинающей хозяйки. У меня на канале нет ни одного видео, которое длится меньше минуты. Я стараюсь свои видео сделать доступными и понятными для каждого. Как для опытной хозяйки, так и для начинающей. Второе мое правило – это не утаивать информацию. Если вы готовите белково-заварной крем, покажите полностью этот процесс. Покажите все составляющие, как вы готовите, с термометром, без термометра. Все нужно четко указывать граммах, чтобы люди не путались. Еще со мной случилась такая ситуация. Кто давно на меня подписан, знает, что иногда я посещаю мастер-класс. После прохождения мастер-класса я полностью показываю вам, что я научилась. Даю рецепт теста, показываю рецепт глазури. Все рассказываю так, как на мастер-классе. У меня был очень неприятный опыт. И не один раз, все три раза были с проблемами. Когда звонили мастера, мне и говорили удалить видео. Даже угрожали адвокатами и судом. Скажу вам честно, я очень перепугалась. Обратилась к адвокату, проконсультировалась. На что он мне сказал, не имеет права. Если вы покупаете информацию, то вы можете ею располагать как угодно. Поэтому, если я посетила мастер-класс, я полностью по полочкам рассказала вам, чему научилась, чему меня научили. Я считаю, это правильно. И это мой выбор. Сейчас хочу еще повториться и сказать. Пусть меня простят, конечно, все начинающие хозяюшки, блогеры. На своем кулинарном канале я не буду рекламировать чужие каналы кулинарные. Так как не хочу подписываться своим именем под рецептами, которых я не знаю. У меня был такой случай, и не один, когда мне писали на электронную почту и просили прорекламировать канал. Я захожу, а там всего лишь три видео. Я хочу вам сказать, что это очень мало видео. Чтобы вы набрали подписчиков, нужно работать больше, чем полгода. Поэтому, удачи вам, терпения, не обижайтесь на меня. Просто, я не хочу подвести ни своих подписчиков, ни себя. Все-таки, это большая ответственность подписываться по чужим кулинарным каналам. Ну, а теперь о приятном, о еде. Сегодня у нас день пиццы. Пол четвертого просыпаются мои дети. А пицца будет уже на столе. И прекрасный охлажденный напиток с мятой и лимоном. Хочу вам сказать, что у меня все дома происходит по режиму, по плану. Я знаю, когда мои дети просыпаются, когда ложатся спать, когда ходят в туалет. Кто-то скажет, что это через счет. Но на самом деле, режим дня, он очень важен. Если у вас двое детей, вы обязательно должны их улаживать в обед спать. Дневной сон очень полезен для детей. За это время можно переделать уйму. Приготовить кушать, убрать в квартире, заняться своими личными делами. Поэтому, сейчас готовим пиццу и ждем детей за стол. Мои детки в обед спят, а я приготовлю им очень вкусный напиток. С мелиссы, лимона и меда. Значит, что мы делаем? Мелиссу заливаем кипяченой водой. Вот только она закипела, мы наливаем в стакан. В чашку, без разницы. Лимон не добавляем в горячую воду. Ни в коем случае. Лимон теряет свою пользу, поэтому сначала мы просто завариваем мяту кипятком. И оставляем до полного остывания. Чай должен быть слегка теплым. И только потом мы будем добавлять другие ингредиенты. На перекус у меня сегодня будет пицца. Я достала тесто с холодильника. В общем, готовила по рецепту, который есть у меня на канале. Самый последний, ссылочка будет под видео. Пицца на воде, сухих дрожжах, соли, сахар и мука. И, конечно же, растительное или оливковое масло. Спасибо Наташе из Белоруссии за ее совет. Привет, Наташа. Значит, я делаю так, как она посоветовала. Делаю тесто заранее, за сутки. Вчера в обед сделала, сегодня я буду выпекать пиццу. За час я достаю тесто с холодильника. Еще вот так подмесила руками. Если вы любите такую же тонкую, как мы, пиццу, поверьте, это самый простой, но самый хороший рецепт. Пицца просто объедение. Готовлю ее очень часто. Листики мяты можно достать, а можно, конечно же, и не доставать. Добавляем лимончик. Напиток уже еле теплый. И теперь в каждый стаканчик добавляем чайную ложку меда. Можно и больше добавлять. Мед добавляйте по вкусу. Главное, лимон и мед добавляйте в теплый чай. Еле-еле теплый. Теперь лимон нужно как будто раздавить, чтобы вышли все соки. И последний ингредиент этого напитка, без которого он просто не обходится, это трубочка. Детям нравится мои трубочки, поэтому любой каприз для них. Дошла очередь и к пицце. Значит, включили разогреваться духовку на 220 градусов. И сейчас я вам покажу, как быстро я сделаю эту пиццу. Размазали масло по силиконовому коврику. Вот наше тесто. Перевернули. И теперь не нужно никакой скалки. Растягиваем тесто по коврику. Вот у нас такая огромная пицца получается. Берем томатный соус. Вы можете сами приготовить, можете купить в магазине. Тут уже без разницы. Растянули тесто. И вот смазываем тесто соусом. Очень часто готовлю эту пиццу. Детям нравится, мужу нравится. И мне тоже. Поэтому очень удобно еще сделать тесто заранее. Вчера в обед сделала. Сегодня за час до приготовления достала. Так, теперь у меня в начинке, значит, будут домашняя буженинка. Теперь немного посыпаем пиццу сыром. Сыр у меня моцарелла. Только его использую в пицце. Теперь выкладываем помидорчики. И выкладываем грибочки. Значит, остальную моцареллу мы после 5 минут запекания добавляем сверху. Пиццу, я как говорила, уже ставим в разогретую духовку на 220 градусов. На самую нижнюю полку. Вы только посмотрите, какую красоту я достала с духовки. Теперь пицца должна слегка остыть. И будем садиться кушать. Дети просыпаются, а я здесь с этой пиццей суетюсь. Разрезаем. Девочки, вы только посмотрите. Просто невероятная пицца. Как она нам нравится. Так, сейчас-сейчас все будем добавлять пиццу. Держи тебе вот кусочек. Да. Не спеши только, хорошо? Сейчас помогу. Давай, сынок. Кусай. Ну как? Вкусно? Да. Кушай. Теперь Вику. Давай, Викулька. Владик, тебе надо самому уже брать. Кусай. Я не могу еще. Вот так. И Вика уже сама берет. Да. Да. Я очень кушаю. Спасибо, мамочка. Кушай на здоровье. Бери, кушай. Папа проведет дегустацию пиццы. Владику уже понравилась пицца, да? Да. Ну как? Вкусно. Классная пицца. Толгкая. Викуля уже сама ест. Вика. Викуля там. Доедает уже. Вот так. Вот так Викуля доедает. Готовьте пиццу для своей семьи. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. И спасибо большое за поддержку. Вот это любимый напиток Виктории. Да, дотя? Вкусно, вкусно. Все вкусно поели. А теперь идем на прогулку. Вика нравится в домике играть. Вика, Вика. Давай, давай, переступай. Поехали. Мы часто приезжаем на эту площадку в Шевченковском районе. Здесь прекрасное покрытие. Не переживаем за детей. Много разных горок. Детям очень интересно. Владик уже такой взрослый. Владик садится в самолет. Аккуратно. И Викуля уже упражняется. С вами был канал Дружная Семья. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока.